Всем привет! Хочу поговорить на относительно интересную тему, каким станком лучше бриться. Т-образным, как принято говорить, Т-шкой, либо кассетным станком, в данном случае от фирмы Жилет. Кто не хочет смотреть видео целиком, в качестве итога скажу сразу. По моему мнению, особой разницы нет. И сейчас попытаюсь аргументировать свою точку зрения. Поклонники бритья Т-образной бритвой Т-шкой рассуждают о том, что данное бритье более экономично, бюджетно, наименее затратно. Почему? Потому что вы приобретаете станок Т-шку Т-образный и в дальнейшем покупаете лишь недорогие лезвия к нему. В случае с кассетным станком все не так просто. Сам он может быть стоит недорого, а кассеты для него стоят достаточно финансово обременительно. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Дьявол кроется в деталях. Почему? Потому что если вы приобретете Т-образный станок, недорогой, в пределах от 300 до 700 рублей, продаются они в сетевых магазинах, как правило в пластиковых блистерах, в упаковке сразу идет в комплекте запасные лезвия к нему, то вы от такого дешевого станка удовольствие и результат от процесса бритья Т-образной бритвы можете не получить. Потому что это недорогие станки. Т-шки, детали у них не очень хорошо подобны друг к другу. Материалы дешевые, как правило это пластик, либо недорогой металл. Поэтому лучше смотреть более на дорогие варианты. И в ценовом сегменте они начинаются у Т-образных станков от 3000 рублей и выше. То есть, я недавно купил видео, у меня есть на канале, станок Жилет Фьюжн с комплектом из четырех лезвий. Запасных их все мне обошлось в 900 рублей. 900 рублей делим на 5 позиций 4 лезвия плюс сам станок, который выходит по 180 рублей. То есть, 180 рублей станок Жилет Фьюжн, который является на сегодняшний момент времени, наверное, вершиной технических усилий, творчества, мысли от фирмы Жилет. В случае с Т-образным станком в таком ценовом сегменте вы ничего не найдете. Еще раз хочу сказать, от 3000 рублей Т-шки начинаются более-менее приемлемые. Кроме того, помимо самого станка вам придется и вы захотите покупать не очень дешевые лезвия для бритья. Потребуется также, чтобы вы вошли в ритуал классического влажного бритья с Т-образным станком, посмотреть в сторону так называемых чаш, емкостей для взбивания пены. Они бывают самые разнообразные из разного материала, пластика, керамики, с ручкой, без, с низкими бортами, с более высокими. Они тоже стоят не очень дешево, скажем так, от 10 условных единиц. Конечно, вы можете взбивать пену в миске для вашего домашнего питомца, для кота, но это будет не очень практично и не очень по фэншую. Кроме того, для взбивания пены придется приобретать, купить помазок. Они бывают из разного ворса, из искусственного либо натурального барсука. Требуется определенная подставка для хранения помазка. Кроме того, также придется, скорее всего, чтобы вникнуть в ритуал влажного классического бритья с Т-образной бритвой, присмотреться в сторону кремов для бритья, мыла, так правильно выражаться. Цена также не очень вкусная, от 10 условных единиц. Итак, смотрим. В случае с кассетным бритьем, сам станок с кассетой, с лезвием для бритья, как правило, это пена, и какое-то для бритья, гель для бритья, и средства после бритья. В случае с правильной комплектацией с Т-образным станком, все гораздо сложнее. Сам Т-образный станок, лезвия к нему неплохие, чаша для взбивания пены, помазок, само мыло для бритья и так далее, и тому подобное. Кроме того, когда вы войдете во вкус, у вас могут появиться дополнительные расходы. Вы захотите другой станок себе купить в коллекцию, который будет более агрессивным, более дорогим, чтобы бриться в понедельник одним станком, в четверг и другим. Также вы будете приобретать различные для эксперимента лезвия, помазки, также купите различные чаши для бритья. Все это не очень хорошо скажется на ваших финансах. Поэтому утверждение, что правильная комплектация для бритья Т-образным станком, более экономичный, бюджетный вариант по сравнению с бритьем, кассетным станком, очень-очень спорно, на мой взгляд. К плюсам бритья Т-шкой относится также то, что сам станок в процессе бритья легче промывать. Вариант с кассетным станком якобы не такой легкий. Спорное также утверждение. Почему? Если вы бреетесь каждый день, то в принципе у вас не очень длинная щетина, и когда вы бреетесь кассетным станком, вы его под струей воды промыли, легко вымывается. Единственное, что волоски, если вы бреетесь не каждый день, могут застревать в данных сегментах справа и слева, потому что они не промываются водой так легко. Но затруднения, если подержать под струей воды кассетный станок подольше, также никаких не имеется. Относительно гладкости бритья, станок Т-образный, по мнению некоторых, более достигает лучшего варианта по ощущениям гладкости бритья. Спорный момент. Почему? Потому что для достижения лучшего результата, когда вы после бритья умываете лицо, и не чувствуете остатки щетины на вашем лице, кожа гладкая, то одного раза прохода по тому или иному участку кожи недостаточно. Не только надо проходиться по росту волос, но и против, снизу вверх. И в данном случае без разницы, каким вы станком будете бриться, Т-образным, либо кассетным. Кроме того, если вы бреетесь каждый день, то волосы у вас вырастут на лице, независимо от того, каким вы станком побрились. Т-образным, либо кассетным. Удобство, быстрота процесса бритья. Спорить сложно, потому что кассетный станок, экономичный по времени процесс при одинаковом результате. Потому что с Т-образным станком необходимо взбить пену, потом всю эту чашу вымыть, помазок вымыть. Затраты времени, сил, а с кассетным станком все это поутру, процесс быстрый, более экономичный по времени. Видел также мнение, что Т-образный станок может побрить лучше в труднодоступных местах, к примеру, около носа. Но к кассетным станкам аналогично относятся, потому что, допустим, жилет Fusion имеет в верхней части триммер, поэтому в районе носа без проблем кассетный станок удалит остатки щетины, никаких трудностей в этом не возникает. Свообразный довод у тех, кто увлекается бритьем Т-образным станком, что это некий правильный ритуал. То есть вы взбиваете пену, используете помазок, все это занимает процесс во времени, ритуал, все это более правильно еще расскажу. Ну не знаю, является ли довод о том, что это некий ритуал, как основание для перехода на Т-образное бритье, очень спорно и неоднозначно. Я думаю, что наши предки, кто брился Т-шкой, Т-образным станком, они не задумывались об этом ритуале, брали какую-то емкость, взбивали быстро мыло, наносили на лицо, брились и все. Не было никаких процессов, связанных с особым распариванием лица, с покупкой каких-то средств до бритья, для, после бритья. Все также направлено было на экономию времени, к чему привели и чего достигли кассетные станки. Каждый, конечно, решает для себя сам, но я иногда задумываюсь о том, чтобы перейти на Т-образный станок, но в очередной раз углубляясь в данную тему, понимаю, что не так все просто, повторюсь на первый взгляд. Если придерживаться каких-то правил, то необходимо покупать, еще раз хочу сказать, Т-образный станок хороший. Сразу потратить на него 4-5 тысяч рублей, приобрести также лезвие, чашу для бритья, помозок. Не знаю, не знаю, сколько не смотрю хвалебных отзывов о Т-образном бритье, в частности на Ютубе, и те видео, которые занимают более высокий ранг в соответствующих выдаче Ютуба по тем или иным запросам. Я вижу, что эти люди занимаются продажей Т-образных станков и всех соответствующих аксессуаров. Понятно, что для них это бизнес, они финансово заинтересованы в продвижении данной темы, а для простого пользователя, не знаю, является ли это основополагающим в плане того, что достигается бритьем Т-образным станком. Чистое бритье? Да нет. В принципе, все при неоднократных проходах в процессе бритья, что имеет место быть у Т-образного станка, у кассетного станка, гладкое бритье достигается. Но процедура бритья усложняется при ее ритуале в случае с Т-образным станком. Ладно, держим связь.